На место трагедии в Тимрюкском районе губернатор Вениамин Кондратьев прибыл в тот же день. Вместе с председателем совета директоров компании АТЭКО Мишелем Литваком он осмотрел строящийся пирс, где произошла авария, и пообщался со спасателями. На месте трагедии видны следы торможения автобуса и разлитого топливного масла. Разбитый транспорт с выбитыми стеклами поднимали подъемным краном. По раскореженной машине видно, насколько удар был сильным. Транспорт, который был привлечен для пассажироперевозок, был отобран на конкурсной основе. Это не принадлежит сегодня там анефтегазу этот транспорт, поэтому здесь рано делать выводы и кого-либо обвинять. Я думаю, что оценки до следствия. Поисково-спасательные работы продолжались весь день до поздней ночи. На месте трагедии работали около ста спасателей МЧС, среди них 15 водолазов. Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и материальная. Такую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев. Царство небесное всем, кто погиб в этой трагедии. Но мы должны думать сегодня о живых, в первую очередь о родственниках погибших и о тех, кто пострадал в этом чрезвычайном происшествии. Конечно, надо сделать выводы о причинах произошедшего и сделать все, чтобы подобная трагедия уже никогда не повторилась. Администрация Края окажет поддержку всем, кто пострадал, необходимую поддержку в этой трагедии. Семьям, чьи родственники погибли, будет выплачено по 1 миллиону рублей. Для нас важно, чтобы и семьи погибших, и все, кто пострадал, и в целом люди чувствовали, что сегодня они не один на один с этой трагедией, с этой бедой. Мы разберемся, чтобы это никогда больше здесь не могло, ни при каких обстоятельствах произойти. И то, что меня спасили раньше максимально, а здесь останусь, любую моральную и денежную поддержку, конечно, мы поможем. После осмотра места трагедии Кондратьев встретился с родственниками погибших. Они прибыли в Темрюкский район. Глава региона выразил соболезнования семьям и подчеркнул, что никого в беде не оставят. Уже поздно вечером губернатор провел заседание оперативного штаба. Участие в нем принял Мишель Литвак, представители Следственного комитета, прокуратуры и МЧС. Детали трагедии еще устанавливаются. Вениамин Кондратьев попросил журналистов не гнаться за сенсацией, основанной на непроверенной информации. Всех прошу не делать никаких предварительных выводов, связанных с причинами этой трагедии. Дайте возможность следователям, следственной группе спокойно работать, отработать все версии. И я думаю, что здесь расследование будет объективным. Причины будут названы и виновные понесут заслуженное наказание. Мы все заинтересованы в объективном расследовании, чтобы понимать причины произошедшего, причины этой трагедии. Еще раз подчеркиваю, только с одной целью, чтобы такое больше никогда не повторилось. Память погибших, собравшиеся на заседание оперативного штаба, почтили минутой молчания. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».